Тайна русской хазарии. Тайны древних русов. Одна из тайн истории Руси это хазарский вопрос. Существовала русская хазария или правителем русов был хазарский каган. По русским источникам, слова о законе и благодати митрополита Иллариона, известен титул правителя русов, Владимир и его сын Ярослав Мудрый названы в этом источнике каганами. Были ли хазары тюрками, или основой их относится славяне-русы. Дань славен хазарам, миниатюра в Радзивилловской летописи. 15. В. Загадка происхождения хазар. Хазар принято считать тюркоязычным народом, который появился после нашествия гумнов. При этом тюркоязычность хазар ставится под сомнение. Логика их тюркоязычности проста, раз хазары обитали в обширном ареале расселения племен тюркской языковой группы, значит, они тюрки и говорили на тюркских наречиях. Хотя те же финнагры тысячи лет живут среди славян, но имеют свой язык. История хазарского каганата одна из самых загадочных страниц мировой истории. Хазария была в свое время одной из мощных региональных держав, и оказывала влияние на мировую политику. Интересно, что если внешняя политика каганата освящена иностранными источниками, то внутренняя история малоизвестна. Русские летописи, включая повесть временных лет, почти ничего не сообщают о хазарии. Хотя войны с хазарами составляли важную часть политики первых князей династии Рюриковичей. Первоначально в 2 веке хазары входили в состав государства Савиров, Савраматов-Савров. Собственно, хазарская государственность сформировалась под властью Тюркской империи, и обрела самостоятельность после ее распада – 630 граммов. В результате правящий слой образовала династия тюркского происхождения. Однако правящий слой – это не весь народ. Преемственность хазар от Савиров весьма примечательна. Так Савир и Север занимали земли от предгория Северного Кавказа на юге, до бассейна Дона на северо-западе, а также бассейн правобережных притоков Днепра – Десны. А на востоке им, видимо, принадлежали по Волжске, Южноуральске и Прикаспийске степи. После распада тюркского каганата Хазария заняла этот же регион. К концу Севен ве хазарские границы расширились на запад, в Южнорусские степи. Также под контролем Хазарию находилась Волжская Болгария, Булгария. До середины Найн века дань хазарам платили союзы племен Вятичи и Северян. То есть границы Хазарии на севере доходили до Москвы и Казани. Интересно, что Хазария от Черного моря, Кавказа и Каспия на юге до Днепра на западе, среднего по Волжье на севере и Урала на востоке полностью совпадает с древней Сарматией, известной по историческим источникам. Фактически Хазария и была наследницей Сарматии, только ее элита была тюркского происхождения, а затем еще приняла иудаизм. Вопрос в том, кем были простые хазары, подавляющая часть населения Каганата. Л. Н. Гумилев предложил, что хазары были автохтонным, коренным, народом Северо-Восточного Кавказа, которые вступили в симбиоз с империей тюрков и наследовали власть после ее распаду. Но никаких северокавказских черт в культуре Хазарии нет. Также на Кавказе нет воспоминаний об этом государстве и наследников Хазар. Некоторые исследователи связывают Хазар с Хорезмом или Харасаном, в Восточном Иране. Миграции их Хорезма и области приоральских степей на Восточноевропейскую равнину происходили в период ТН. Великого Переселения. Возможно, что хазары были среднеазиатскими скифами-сарматами, которые уходили из района Херзема под давлением тюрок. Этноним Хазары Азара Аразы относится к индоевропейским, встречается в индийской и переднеазиатской мифологии, а также в донском фольклоре соотносится с предками донских казаков. Е. П. Савельев. Древняя история казачества. Историк Ю. Петухов предположил, Ю. Петухов. Русы Евразии, что хазары прибыли с Ближнего Востока, с территории бывшей Ассирии и Ассурии. Они были значительно ассимилированы семитами, отсюда иудаизм их верхушки. Те роды ассуров, которые хотели сохранить себя, ушли на север. Так они оказались в Хазарии, которой дали свое имя. Ведь ассур и хазары – это один этноним в разных произношениях. На территории Хазарии они впитали в себя ряд местных тюркских племен. Ассуры создали на берегах Волги вторую Ассирию-Ассурию. Когда Хазария погибла, то хазары вошли в состав этносов русов и тюрков. Хазары – русы части одного суперэтноса. Во всех греческих источниках хазары выступают как скифы. Скифами и тавроскифами греки, византийцы, ромеи, также называют и русских русов. В повести временных лет не только хазары названы скифами, но и русские племена Великой Скифью. При этом в русских летописях нет данных о иноазычеях хазары по отношению к русским. В других источниках скифы прямо названы предками русских и славен. Кто же такие загадочные хазары? О родстве русских и хазар сообщает арабский источник собрания истории – 1126 граммов. Там приведена легенда о том, что рус и хазар были от одной матери и отца. Затем рус вырос и, так как не имел места, которые ему пришлось бы по душе, написал письмо хазару и попросил у него часть его страны, чтобы там обосноваться. То есть в этой легенде показана идея близкого родства русских, русов, и хазар и происхождение русского государства из недр хазарского каганата. Арабский историк Аль-Масуди сообщает, что в хазарской столице было несколько судей – два для мусульман, два для хазар, которые судили в соответствии с Торой, Пятикнижей Моисеева, два для христиан, и один для славен, русов и язычников. Согласно тому же автору, мусульмане в каганате – это в основном военные наемники на службе у кагана и купцы, иудейская прослойка также была немногочисленной. Правда, иудеи и мусульмане составляли социальную верхушку хазарии. Основное же население хазарии составляли язычники. Очевидно, что простые хазары составляли прослойку христиан. Также Масуди сообщает, что среди язычников хазарии есть славяне и русы, они сжигают своих мертвецов вместе с их конями, утварью и украшениями. Масуди описал не просто славяно-русский, но именно скифский погребальный обряд. Кремация была принята у северных и западных славяно-русов, но у них не было принято погребение с конем, коней у жителей лесной зоны было мало, балтийские варяги-русы обычно сжигали ладью. Скифов было принято погребение с конем под Курганом или кремация с конем – приазовские скифы. Таким образом, русы и славяне составляли основу населения хазарии, и были потомками скифа сарматского населения приазовских, донских, кубанских и прикавказских степей. Археология это подтверждает. Так и не обнаружили. Неудивительно, что русский князь Владимир Святославович и Ярослав Владимирович именуются каганами – правителями русов. Великий князь Святослав Игоревич разгромил и завоевал хазарию. Тюрко-язычные и еврейские правящие общины были уничтожены или бежали. А основная часть населения хазарии славяне и русы, стали частью русской державы. Хазария стала частью Руси. Поэтому Владимир и Ярослав, как наследники Святослава, и стали каганами, так как хазария стала частью русского государства. Достаточно вспомнить, как позднее к титулу русского великого князя или царя-императора прибавлялся титул новоприсоединенной земли. Хазары, как и русы Киева или Чернигова, были потомками скифов, наследниками Великой Скифи и Сарматии. Только русы русские были стволом огромного суперэтноса, а хазары – дочерним этносом, который подвергся ассимиляции тюрками и семитами. Руси создали новую империю-державу, продолжили традиции древней северной цивилизации, а хазария пала. Хазары были обречены на деградацию и исчезновение. Полностью, разумеется, они не исчезли, хазары вошли в состав русского этноса и тюрков.